почему у духа святого так много имен почему почему так много таких вот знаете как грани получаются да у святого духа и что они означают вот давайте мы как бы сначала такое основание положим нашему общению да вопрос и сразу и вам и вам поэтому вы можете ну я думаю потому что дух святой это личность так и как у личности у него много ролей вот и если человек является личностью какой-либо человек да и мы знаем что у него тоже есть определенные роли например это может быть роль сына у меня есть роль сына у меня есть роль отца и отец четырех детей это тоже определенные вот но я сын для своего отца например да и у меня есть другие роли например я пастор я служитель я религовед как ты сказал и различные другие роли если так много ролей я могу найти своих то те роли которые мне определены богом по жизни то когда мы говорим о боге а дух святой это это бог мы не должны забывать что это одна из личностей троицы хотя бог один но он единосущный единосущный отцу единосущный сыну сущность у них одна божественная но есть дух святой и у него есть роли различные роли и вот именно по этим ролям он и он и называется различными именами ясно виктория что-то сможете дополнить меня до суда безусловно он тот кто проявляет нам и личность христа и он тот кто неразрывно с отцом и с творил этот мир он тот кто наполняет этот мир тот кто пронизывает этот мир даже до воплощения иисуса христа дух святой двигался в этом мире не в таком явленном присутствии которое свершилось после завершенной жертвы иисуса христа но действие божие безусловно и помазание царей пророков отклик в сердца я верю что это действие но было всегда потому что дух святой это безусловно могущественная личность которая приносит нам благословенное присутствие отца и сына и имеет свою уникальность в этом и мы говорим немного конечно не то что немного мы говорим о тайне а такой вот тайне которые ученые сейчас думают да то есть когда например мне было очень интересно это как квантовая физика например да то есть все слышали понимать что классно но никто не может объяснить даже ученые путаются в том чтобы обрисовать что это такое насколько вот квантовый мир пронизывает все дух святой он тот кто дает силу квантом кварком атомом кто не дает ему миру разлететься во все стороны бог держит весь мир в своих руках и поэтому все что происходит в богопознании в богоявлении в созидательном ключе это все дело его это все его созидательная сила это вся та сила божья и его присутствие которые держат нас всех и которые являют нам бога вот поэтому поскольку у него действительно так много граней ролей так так много имен как он проявляется в жизни людей являет бога миру смотрите я когда смотрел готовился я посмотрел естественно конечно имена все но вот то что написание говорит дух премудрости да и совета совета и крепости утешитель дух божий дух христов но также есть еще и обличитель не получается ли какое-то некое противоречие потому что все что до этого вот когда перечисляется она больше такой поддержки знаете поддержки прямо от реально утешение постоянного но вот в обличении как-то утешение наверное не очень много потому что обличение несет собой дискомфорт просто видишь облика обличающий обличающий мудрого мудрый будет благословен но если ты обличаешь кощунника то нет и поэтому обличение это просто способ показать что ты идешь неправильном направлении все для сердца которое ищет истину это благословение для сердца которое не ищет ее а хочет идти по этому ошибочному пути это оскорбление безусловно это конечно да но по жизни это бывает по-разному иногда порт тебя обличают и ты не совсем может быть готов к этому или ты уже сам об этом знаешь и тебе какую-то знаете на такую больную мозоль при наступили еще разок и ты думаешь ну наверное совсем не мудрый наверное кощунник я думаю что даже почему-то песня вспоминается потому что нельзя быть на свете там да вот таким хорошим таким красивым в этом тоже есть определенное обличение обличение в преимуществах даже в преимуществах святости духа святого в том что он является собой его божественной природе уже в самой по себе то что свет делает явным тьму и действительно обнаруживается человек именно благодаря духу святому который кстати говоря он еще и дух истины и человек обнаруживает свою тьму он обнаруживает свои заблуждения он обнаруживает в этом свете он приходит в этот свет и и он обличается этим светом потому что то что он сам не замечал или игнорировал или может быть даже то чем он горнил гордился вдруг оно становится видимым для него самого и это да это может быть какой-то момент неприятно но в то же самое время человек он перед выбором он становится перед выбором раньше у него не было выбора может быть он считал это за норму за идеал и не знал что есть что-то лучшее но он встретился с тем с истиной с духом истины он получает через это обличение он понимает что то в чем он прибывает далеко от истины и он становится перед выбором и все его страдания которые переживают душа это страдание вот сделать выбор пойдет он за светом или пойдет он во тьму как библия говорит суд состоит в том что свет пришел мир и человек должен выбрать душа выбирает либо свет либо тьму но как только человек выбирает свет как страдание вот это страдание но прекращается потому что выбор сделан и человек может следовать за святым духом мне бы хотелось отметить еще характеристику божьей работы на самом деле потому что мы безусловно проводим аналогии с людьми да как образ земного отца очень сильно влияет на то как мы воспринимаем бога да то есть если отец был жестоким нам кажется что бог ну а как если самый близкий человек если самый близкий как бы по отношению к нам так себя ну как бы проявлял то тем более бог который более святой более умный более такой возвышенный тем более знает все твои грешки поэтому мы думаем что бог такой же и очень часто нас люди обличают так что это нас принижает это нас прибивает для меня стало огромным открытием и благословением как раз боги то что вот те же самые слова до которые в отношении людей выглядят такими болезнями когда люди тебе это делают но когда бог тебе это делает это происходит так что это тебя вдохновляет он просто это ювелирная работа он тебя останавливает в том что ты делаешь не так и он тебе всегда дает такой импульс как ты можешь измениться что ты можешь сделать лучше и и это нас это приносит такое утешение такую радость поэтому на самом деле тот кто пережил настоящее божье обличение он будет его искать он будет становиться мудрее это сильно это поэтому же давид да пишет я люблю твои суды да хочу твоих судов именно что суды божьи они хотят подразумевается что они будут более жесткими потому что бог знает все наши несовершенства и люди перед ним невозможно юлить да и люди ведь когда знают его несовершенство не тебе туда бьют они тебе туда давят порой да но бог он совершенно не так ты вот в этом благость христианство в этом благость того что иисус сделал проявив нам это сердце отца в том что мы на соприкасаясь с богом вдруг переживаем что суд его чудесен надо дополнить да я хотел дополнить однажды на меня произвело впечатление такое место писания где сказано что страх божий чист это очень меня освободило потому что мы знаем что начало мудрости страх господин да но что это за страх такой и очень часто то что я видел то что демонстрировали люди это не чистый страх то есть он заражен различными вещами но комплексом жертвы например какой-то да или то есть такой страх когда ниженность какой-то да какое-то уничижение самоуничижение или какая-то ущербность грязь какая-то в этом во всем есть но что если очистить страх от всего пороков от всех пороков на что он будет тогда похож этот страх из мы даже сами можем проделать такую работу в себе по сути дела поразмышлять поразмышлять над страхом очищая постоянно очищая его от всего что является тьмой пороком каким-то попытки например господствовать да некоторые нагоняют страх и жуть просто так их манера подавлять других людей пытаться подавлять других людей доминировать и так далее и они тоже распространяют определенные флюиды страха и многие поддаются ведутся на это да но на такой страх овечки перед там не знаю перед волком каким-то да вот но на если очистить от низости от всей этой низости то мы увидим что это тоже что любовь практически это то же самое то есть там все сводится к одним и тем же вещам на самом деле все сводится к благоговению да трепету перед святому перед богом бережности ну вообще подождите вот тут немножко хочется примерно разобраться смотрите страх же он все равно он имеет какой-то источник то есть да вот если я боюсь например чего-то я боюсь то есть как страх да почему-то то есть я боюсь там не знаю там более я боюсь там быть вот можно сказать что есть категории страха видишь мы одним словом страх объединяем много разных векторов этого страха да и он есть разные и вот в этом как с любовью да мы разбираемся что любовь это не только физическое влечение страсть прям какую-то к другому человеку что люди называют любовью да ну которые не размышляли глубже но любовь также это и жертвенность да когда ты отпускаешь абсолютно объект своей любви да и желаешь ему самого лучшего и помогаешь ему и то же самое вот таким словом страх назвали ну назвали вот такое чувство трепета до который у нас вызывает иногда что-то ужасное и там спазмы и там и паралич по полный у человека может быть и вот божественном отношении конечно это может быть прям физический страх потому что это как бы столкновение бог сверх естественный бог сверх естественный ты не можешь его всунуть стакан там в коробочку какую-то это ну как бы форма бытия которую мы познаем и с другой стороны в этом страхе он действительно тебя возвышает он тебя обновляет преобразует в этом есть чистота и святость в этом есть много действительно того что твоя натура трепещет просто я абсолютно согласен с каждым словом но конкретно что страх бы то есть чего я боюсь тогда да я конкретно скажу человек боится например высоты так человек боится глубины да да человек боится широты и долготы собак нет я хочу сказать о том что о том что есть масштаб есть масштаб когда мы говорим о боге а в библии есть конкретное место я поступал чтобы мы познали со всеми святыми что есть высота что есть глубина что и широта и долгота превосходящие всякое разумение любви божьей и вот это страх вот это страх больше ну что так у меня укладывается пример так я просто почему спрашиваю то что я уверен есть много зрителей которые они слышат эти слова и они много раз их слышали они согласны с этим но вот хочется прям вот что-то раз чтобы знаете попала как она точно я немножко исследовала тему страха и я просто хочу сказать что реально есть разные вот пастор андрей процитировал там страх господень чист прибывает вовек давид он просто наслаждался он понимал такие градации в молитве но знаешь вот интересно что исаак один ну как бы величайших наших праотцов веры он отец веры тот самый сын жертва до который стал прообразом иисуса христа для он называл бога точнее вот о нем в библии сказано что бог который есть страх иакова ой страх исаака страх я спросила у евреев как физический страх как переживаемый физический ужас вот буквально сегодня да мы когда с пастором андреем проводили там другой эфир пастор андрей говорил о страхе который переживал авраам когда он заключал вот этот могущественный завет на вот эти 400 лет и так далее когда было поменено его имя и на него напал страх страх великий понимаешь и этот страх от того что ты входишь в что-то неопознанное но ты идешь туда и часть твоей души сопротивляется другая часть важная часть влечет тебя вперед поэтому страхов очень много разных и я чувствую что нам нужно сделать про это эфир уходим уходим в сторону все-таки мы говорим о духе святом сегодня и об утешителе и